Приветствую вас, друзья мои, добро пожаловать! И сегодня у меня для вас кое-что особенное. Если вы знаете, один из первых проектов на моем канале по 74 был посвящен жизни Харли Квинн и Джокера. Как-то у нас сначала все было тихо-мирненько, а потом у нас появились сюжетные повороты, новые персонажи, в общем, много чего было, если вы не смотрели. Рекомендую посмотреть, у меня на канале есть плейлист, где вы сможете от А до Я посмотреть проект с Харли Квинн и Джокером. В общем, проект мы этот закончили достаточно давно, и после того, как он закончился, ребята до сих пор, представляете, до сих пор пишут «Даша, возобновляй Харли Квинн и Джокера! Даша, хотим больше серий по Харли и Джокеру, в общем, их приключений и так далее». И я так посидела, подумала, посмотрела по сайтам. Да, я вот эти сисишки для Харли Квинн и Джокера искала очень долго, я нашла на каком-то иностранном сайте. Я вам даже сейчас не скажу на каком, потому что я всегда ищу сисишки, вот просто мне что-то надо, я это вбила, нашла и скачала. Я даже не помню, где их нашла, но помню, что сайт был какой-то иностранный, даже не на английском языке. Я их скачала, знаете, загрузила в игру, так посмотрела, покрутила с одной стороны, с другой стороны и поняла, что хочу снова создать Харли и Джокера. Но уже немножечко других, то есть, чтобы они были еще больше похожи на настоящих, и мне кажется, что они, в принципе, получились более-менее похожими. Ну, вы тоже напишите в комментариях, что вы думаете, похожи ли они на настоящих или не очень похожи. Ну, я надеюсь, что хоть немножечко-то похожи. В общем, пока я их создавала, я так подумала, может, действительно стоит вернуться к этому проекту, то есть, возобновить жизнь Харли и Квинн и Джокера, но сделать это более таким вот полноценным проектом, то есть, допустим, мы бы их могли заселить и создать других персонажей из вселенной истории Харли и Джокера, то есть, добавить туда других персов и, в принципе, заселить, допустим, весь Неукраст или какой-нибудь другой городок, на ваш выбор, заселить вот туда Харли и Джокера и других персов, то есть, чтобы у нас, знаете, совсем была такая коллаборация между персонажами, то есть, чтобы у нас не только были созданы симы в игре, а и какие-то персонажи, которых добавим лично мы. В общем, мне кажется, это было бы интересно. И тем более, что, я так понимаю, что ролик выйдет, вышел, выйдет, вышел, я не знаю, в общем, короче, должен выйти в понедельник, надеюсь, что в понедельник я его и выпущу. И как раз во вторник, 8-го числа, я планирую провести стримчанский. Давненько у нас не было стримов, и мне хотелось бы постримить, пообщаться с вами, может быть, даже будет стрим с вебкой. Я пока не знаю, ребят, не хочу ничего обещать, но постараюсь, постараюсь, ребят, но вы же знаете, что мы все люди, и всякие могут быть обстоятельства, но стрим постараюсь провести. И я вот что подумала, что, возможно, мы на этом стриме могли бы создать какого-то небольшого количества персонажей новых, то есть, для их жизни, может быть, какой-то там дом для Харли и Джокера вы построили, в общем, что-то такое. Вы напишите в комментариях, как вам такая идейка, то есть, попробовать создать новый полноценный проект с Харли и Джокером, то есть, их какие-нибудь отношения, и, кстати, напишите, какой бы характер вы хотели, то есть, чтобы это была стандартная линия, то есть, ну как, Джокер у нас такой весь независимый, Харли за ним бегает, грубо говоря, или мы с вами придумаем что-то свое, просто с известными нам персонажами. Я, честно говоря, даже пока не знаю, что придумать, то есть, какую линию мы будем с вами брать, выбирать, но я думаю, что мы это и на стриме сможем обсудить. И да, друзья мои, я знаю, что у меня сейчас в планах как раз вот три проекта есть. Какие три проекта, я думаю, что вы и так знаете. Первый проект — это история какая-нибудь с Пеннивайзом, то есть, вести новую рубрику, посвященную Пеннивайзу, может быть, какого-то, ну, полусериального типа, с какой-нибудь историей, может быть, опять-таки своей. Но пока что у меня тоже как-то, я не продумывала ее до конца, потому что я еще точно не знаю, что буду вводить, но я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Будет очень приятно вместе с вами вести этот проект. Второй проект под вопросом — это проект с русалками. Тоже многие ребята просили попробовать какой-нибудь тоже мини-сериальчик, что-то такого плана, полу-летсплейно-сериального вместе с русалками, тем более, что я недавно обозревала мод. Вот, я думаю, что вы его видели у меня на канале, если не видели, рекомендую посмотреть. Он гораздо более наполненный, чем предыдущий, то есть, там у нас и превращение в русалку, и хвост, и все дела. И третий проект, который нарисовался, это Джокер и Харли. То есть, сейчас я даже не знаю, какой из них взять первым, что будет лично вам интересно, что будет сложнее, что будет не так сложно вести, пока что не знаю, потому что у нас сейчас так три проекта, как вы знаете, дневник видеоблогера, провинциальная жизнь и вампирская у нас такая вот сага. Пока что не знаю, как у нас дальше будут продвигаться по сюжету эти три проекта, но хотелось бы попробовать какой-нибудь еще вести. Может, какой-то у нас из проектов предыдущих будет двигаться к финалу, я не знаю, ребят. Пока что ничего сказать не могу, но всякое может быть, поэтому можно было бы что-то и новенькое попробовать. Но касательно Харли и Джокера, честно говоря, за ними тоже соскучилась, потому что это реально классные ребята и хотелось бы к ним вернуться. Серьезно, я как пересматривала, недавно я создавала плейлист, ну, новый, а я обновила плейлист по Харли и Джокеру, я так, знаете, посмотрела, это такая ностальгия была. Там столько всего. И злобная сестра Харли Квинн, и какой-то там вот брату Джокера, и какие-то страсти-мордасти, и дети, и взрослые, в общем, и вампиры там были, и подружки Харли-вампирши, то есть, в общем, много чего было интересного. И, честно говоря, я за этим соскучилась, и мне кажется, что можно было бы что-то такое же попробовать, то есть, может, какую-то свою вообще историю придумать с этими персонажами. Потому что, как видите, персы реально колоритные, что Харли, я постаралась ее сделать, вот как вы сейчас смотрите на экране, такой вот конкретно Харли, то есть, чтобы она у нас была похожа на себя. И, конечно же, я создала следующего Джокера, то есть, Джокер тоже постаралась ему найти и одежду, и аксессуары, и прически, и классные вышли, серьезно, они даже получились такие немножко более брутальными. Я помню, что, кстати, по-моему, один из первых персов, которых я создавала для канала, если это не первый перс, которого я создавала, это была Харли. И я помню, сколько там было комментариев о том, что, Даша, ты Харли ширной создала, и мне всегда задавался этот вопрос ребятам, ну, окей, она чуть больше стандартного, разве это так плохо? Ну, будет у нас Харли нестандартных форм, ну, такая вот аппетитная, как Ким Кардашьян, что-то такого. Но, видимо, кого-то это очень сильно задевает, потому что недавно в комментариях мне писали, что Даша, попробуй создать какого-нибудь персонажа нестандартного. Знаешь, вот я отвечаю сейчас автору, с удовольствием бы создала, но почему-то к нестандартным персонажам какое-то отрицательное отношение, не знаю почему, но, возможно, мы еще поиграем за каких-нибудь нестандартных персов. Я думаю, что какой-нибудь такой проект тоже попробуем. В общем, ребят, сейчас вам такой вот вопросец. Хотите ли вы возрождение Харли и Джокера? В каком плане вы бы хотели? То есть мы будем возвращаться к стандартным отношениям Харли и Джокера, или что-то свое придумаем? Хотите ли вы стримчанский, связанный с Харли и Джокером? То есть их соседей будем создавать, будем застраивать, допустим, какую-нибудь городишко. Кстати, напишите, какой бы городишко вы хотели застроить. Ну и, конечно же, какой проект вы больше хотите увидеть? Русалки, Пеннивайз или Харли и Джокер? Может быть, я два каких-то проекта возьму, пока не знаю, ребят. Это пипец как сложно будет, но будем стараться. Очень хотелось бы, чтобы вы поддержали. Поэтому, ребят, я рекомендую вам досмотреть сейчас ролик до конца. Надеюсь, что вам было интересно. Досматривайте, дослушивайте. Может быть, что-нибудь интересненькое для себя подчерпнете. Ну, а я вам желаю хорошего настроения. Приходите 8 мая на стрим в точное время. Или я уже указала или укажу у себя в сообществе на канале. Также в группе своего канала. Поэтому заглядывайте, не пропускайте. Увидимся, услышимся. Не забывайте поддерживать лайком. Вы меня очень сильно порадуете. До новых встреч, до новых роликов, до стрима. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok